И еще раз всех с новым утром! И сегодня у нас музыкальный гость, участница третьего голоса Симона Досилия. Симона, здравствуй! Расскажи, пожалуйста, вообще сразу начнем с вопросов о голосе, потому что этот проект, за которым все следят. Вопрос такой вообще, как-то твоя жизнь изменилась с момента участия? Ну, наверное, в творческом плане да, потому что для меня это такой пинок был хороший, для всех участников на самом деле, потому что многие ошибочные мнения есть по поводу того, что проект дает какую-то, скажем, некую популярность, или, грубо говоря, как многие могут выражаться, пиар, но на самом деле в телевидении такая вещь, что сегодня твой эфир тебя все помнят, на следующий раз ты вылетаешь, а тебя тут же все забывают. Поэтому это, наверное, просто такое вот подталкивание к тому, что пока у тебя есть какая-то, да, появилась там армия, может быть, людей, которые тебя полюбили, начинай делать что-то свое, да, чтобы продолжать работать, потому что, ну, скажем, публика любит, да, за твои песни, за твой материал, конечно же, потому что на голосе же мы, да, поем что-то чужое. Пока мы успели забыть. Да, то есть вот в этом плане появилась такая возможность, да, работы, то есть появилось какое-то, да, там, не сказать, что большое количество людей, которые ждут, когда ты что-то выпустишь. Что еще поменялось? Ну, поменялось, что иногда... Звездой себя почувствовал. Фотографироваться. Нет, вот в плане звезды нет, потому что как-то, ну, может быть, я мало гуляю по городу, а потому что, ну, как-то, ну, вот я говорю, иногда, правда, фотографируются, ну, не так часто. Автографы? Ну, это уже реже. Уже реже, да. Ну, вот ты говоришь, что для того, чтобы не забыли, нужно сразу что-то делать. Вот что ты делать начала? Вот говорили, что ты там джазом занимаешься, с электронной музыкой, что дальше? А, это тоже оживочное мнение. Не позиционирую я себя совсем, как джаза певица, мне до этого далеко. Да не совсем мне это интересно. Наверное, больше, да, в электронной музыке, но, как сказал мой наставник, Дима Билан, что, как бы, не бросай широкую музыку. Опять же, он имел в виду то, что в разговоре с ним он говорил о том, что, говорит, ты не думаешь, что со временем тебе больше захочется широкой формы. Вот. И всегда захочется, да, какой-то более лайтовой музыки. Мне сейчас интересна электронная музыка, я думаю, что и в дальнейшем будет, но все-таки по его совету решила попробовать сделать второй проект. На него уйдет, конечно, меньше сил. Это будет такая более спокойная лайтовая музыка. Из инструментов фортепиано я пишу музыку, виолончели, гитара. Вот. Как-то так. Вот стараемся сейчас свой материал, в общем-то. Когда его можно будет увидеть, услышать, а главное, где? Ой, на самом деле, песню написали уже, написали музыку, но нужно сделать запись, и мы планируем в марте снять клип. Потому что, на самом деле, не очень хочется выпустить песню без клипа. Это мое мнение, потому что, ну, не будет должного эффекта. Поэтому будем ждать. Но я думаю, что, наверное, в конце марта, я надеюсь, что... Вот после «Голоса», после того, как вы там поучаствовали, как-то люди стали обращаться? Может быть, кто из «Лепчан» тоже хотят поехать на «Голоса»? Может, советы какие-то просили или просили помочь выбрать песню? Были такие моменты? Да, много. И сейчас в соцсетях пишут по поводу, там, вот как лучше сделать, что и как. Я, на самом деле, даже думала, может быть, устроить какой-то семинар или что-то такой встречи, просто поговорить, да, по поводу «Голоса», ну, какие лучше, да, какую лучше, там, музыку, чего лучше не делать. Ну, можно сейчас несколько советов дать, на самом деле, чтобы люди определились, может быть, сейчас именно решается чья-то суда. Да, я думаю, что когда проходит кастинг, да, если человеку повезло, и он попал на кастинг, то здесь однозначно поют акапельным. Если можешь себя аккомпанировать, то стоит фортепиано-район. Ты занимаешься музыкой, это все знают. А вот чем еще ты занимаешься? Какая-то, может быть, есть деталь жизни, которая вот как-то не предкрывает? Вот спортом, наверное, да, занимаешься, я помню, что на одном, на первом самом, да. Сразу определить, что у вас там кубики есть. Ну, да, я занимаюсь сейчас, правда, опять после проекта нужно проводить себе форму, следить за этим, и вообще, конечно, в детстве занималась хореографией, потом прошло достаточное количество времени, и уже года, наверное, два назад, или три даже, да, наверное, побольше, я пошла в танцевальную студию. Я занималась разными направлениями, больше, конечно, ближе хип-хоп, вот. Сейчас продолжаю заниматься, потому что, что касается нашего проекта электронной музыки, там тоже есть свои такие маленькие секреты, потому что мы хотим это сделать, чтобы это было... Танцевальное именно, да? Да, спорт танцов, в случае сильных реографий. Ну, я думаю, это еще у зрителей будет возможность увидеть. Напомню, что сегодня с нами была Симона Досильева. Совсем скоро услышим не только, как она говорит, но и как она поет. Спасибо.